Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня 10 июня, а вот и лето. Как всегда по четвергам, с вами Наталья Козина. Здравствуйте. Лету рады все и взрослые дети. Дети, безусловно, в особенности. Хотя во время летних школьных каникул и у родителей появляется хорошая возможность немного отдышаться от детских забот. Детский оздоровительный лагерь – вот долгожданные решения для этого. Тем более, что стоимость путевки в детский загородный лагерь теперь солидно компенсируется. И в регионе уже давно действует такая программа. А теперь вот и на федеральном уровне появилось такое понятие – кэшбэк за детскую путевку. По аналогии с кэшбэком, то есть возвратом, за туристические путевки внутри страны. Все подробности возврата средств мы выяснили у Ирины Илюновой, начальника отдела Организации здравительного отдыха для детей работников бюджетной сферы. Нюансов много. Например, возврат средств за детскую путевку по федеральной программе может быть осуществлен только на пластиковую карту Национальной платежной системы «МИР». Или такое правило, как строгий режим в загородных оздоровительных детских лагерях, когда в целях профилактики заболевания ковидом в лагеря, как говорится, «Не велено никого посторонних впускать и никого не выпускать». Программу уникальную и, наверное, впервые в нашей стране реализуется программа по возврату средств за приобретенные путевки в Организацию отдыха детей. Эта программа на российском уровне, а ведь на региональном уровне мы этим уже давно занимаемся. Да, поэтому это, конечно, еще большой плюс нашим родителям, потому что наши родители оплачивают разницу между фактической стоимостью и суммой возмещения. И вот на эту оплачиваемую сумму еще будет 50% возврата средств. То есть, если стоит путевка 30 тысяч в детский оздоровительный лагерь, мы из областного бюджета проплачиваем 15 тысяч, родитель оплачивает, я буду говорить о том, что только картой «МИР», и на карту «МИР» возвращается 50% от 15 тысяч оставшихся. То есть, 7,5 тысяч еще родитель получит обратно и стоимость путевки. И еще раз подчеркнем, это федеральная компенсация. Да, до 7500 рублей. То есть, вот для наших родителей, мне кажется, особая это радость. А какие-то документы нужно оформлять? Здесь все просто. Эта программа работает по аналогии с программой туристического кэшбэка, когда родитель оплачивает карты «МИР», которые зарегистрированы в программе лояльности, через сайт либо организации, либо туроператора, который включен тоже вот в эту программу. В нашем регионе все 20 загородных оздоровительных лагерей, которые реализуют путевки. То есть, те, кто участвует в этой программе? Участвуют в этой программе. Вот мы были на большом совещании. Они во всех регионах включились в эту систему. Поэтому в нашем регионе очень такая хорошая пока картина, что родители могут получить возврат за приобретенные в любые детские лагеря, расположенные на территории нашей области. Вот это вот первое важно. Второе важно для родителей иметь или приобрести эту карту «МИР», для того, чтобы получить все-таки возврат средств за путевку. Программа эта уже началась, она уже работает, родители уже оплачивают, и мы в течение пяти дней ожидаем возврата вот этих средств. Так надо же какое-то заявление писать? Не нужно делать никаких заявлений. Просто родитель приходит непосредственно в детский оздоровительный лагерь, когда заключает договор с лагерем, где указывается. Там родителю предложат два типа договора. Один, если вы хотите по кэшбэку получить. Другой договор, если вы отказываетесь от него. Ну, есть такие родители, и они говорят, не буду я ничего оформлять, карту новую. Во всяком случае, теперь такая возможность есть. Возможность, конечно, есть, и большей частью родителей все-таки пользуется, но есть такие, которые говорят, нет, мне сейчас некогда этим заниматься. И тогда у них другая форма договора. Поэтому оплачивая вот этой картой «МИР» обязательно онлайн. И в нашем лагере, скажу таким образом, у нас есть один лагерь «Сосновый бор» города Димитровграда, когда они сами самостоятельно подключились в эту систему платежную. И тогда родители, покупающие путевку в «Сосновый бор», они могут прийти, заключать договор с лагерем, и там же на сайте вот этого лагеря оформить платеж. Ну, или оплатить этой картой «МИР». Все, больше никуда ходить не нужно, заявлений никаких писать не нужно. То есть документов оформлять не надо? Никаких не нужно. А если родители еще в начале весны заблаговременно путевку приобрели? Да, это тоже хорошая история, потому что вы знаете, что если ранее предполагал, что эта программа будет работать только с 25 мая по 15 сентября, а все те, кто не успел, тот опоздал, но вы, наверное, уже все слышали, как президент нашей Российской Федерации Владимир Владимирович сказал о том, что все родители получат возврат за приобретенные путевки, даже независимо от того, что они там не оплачивали картой «МИР». А механизм возврата другой? Другой он сейчас отрабатывается, мы будем говорить о нем, но все те, которые приобрели путевки ранее, они тоже смогут получить этот возврат. Но все равно оформить карту «МИР» заранее, потому что возврат, он все равно должен прийти на эту карту. Поэтому мы надеемся, что наши родители так же активно, как и наши лагеря включатся в эту программу, смогут получить из федерального бюджета еще 50% оплаченной ими суммы. А как дети теперь будут отдыхать? Организация ведь будет строгая. Никому посторонним нельзя заходить на территорию. Детям не будет скучно. К нам на территорию лагеря мы не сможем допустить людей, специалистов, профильных, как обычно мы, тематических партнеров их называем, на свою территорию для того, чтобы они смогли в рамках вот этих реализуемых программ провести какие-то свои интересные мероприятия. Здесь два выхода. Вот эти тематические партнеры, опять же наши, они перешли немножечко в другую плоскость. То есть лагеря в школьные перешли, и мобильные кванториумы, и IT-куб, вот современные учреждения дополнительного образования, которые будут работать непосредственно в школьных лагерях. И я даже хочу сказать, что в этом году будет реализован проект «Умные каникулы», который направлен на развитие сетевого взаимодействия между организациями дополнительного образования, между организациями отдыха детей и их оздоровления, и школьных, и загородных лагерей. То есть те педагоги, которые работают сегодня по современным дополнительным образовательным программам, они непосредственно выйдут в лагеря. И даже загородные лагеря, 10 загородных лагерей участвуют в этом проекте. А большинство педагогов будут работать в школьных лагерях с дневным пребыванием. Хочу сказать, что это направлено на то, чтобы ребенок вот в рамках летних каникул, в рамках одной смены смог попробовать себя в каком-то деле, в каком-то направлении. Для того, чтобы ему 1 сентября, когда ему нужно будет выбрать направление в дополнительном образовании, а он сделал несколько летних таких вот проб, потому что программы будут краткосрочные. И сделал выбор. Выбор сделал, да, что он прошел в течение смены несколько вот таких программ и для себя определился. Потому что, когда начинается 1 сентября, мы знаем, начинаются сложности. И хочется и поиграть, и потанцевать, и спортом заняться. А тут вот он уже сможет себя попробовать. То есть вот это вот основная цель нашего проекта. Ну, а с другой стороны, я думаю, что это сделает нашу жизнь в лагере ярче, интереснее, ну и полезнее и эффективнее, наверное. Это вот одна сторона. А вторая сторона, у нас профильные смены все-таки будут. Есть специалисты, которые выезжают на всю смену и работают с детьми. Это уже традиционно. У нас есть такая ульяновская, мы ее называем летней математической школой, Леонид Михайлович Самойлова. И они выезжают и с ребятами, и работают в течение всей смены. Хочу сказать, вот есть частная школа «Код успеха», которая уже тоже традиционно не первый год проводит такие летние смены. В этом году они будут проводить профильную смену для айтишников, ребят, которые занимаются информационными технологами в детском оздоровительном лагере «Хоббит», который достаточно далеко от города, в Новом Малаклинском районе расположен. Но вот впервые они хотят попробовать там. Возможно, там тоже будет открыта некая такая вот школа для ребят. Хоть и строгий режим, но детям все-таки будет интересно и не скучно. Ну, мы надеемся, безусловно, потому что все делается для того, чтобы дети не просто отдохнули, не просто оздоровились, а все-таки получили новые компетенции, новые знания, чему-то научились. Это очень важно, потому что ведь период летних школьных каникул, три месяца у нас в России все-таки довольно-таки длительный период, когда ребенок, он не останавливается в своем развитии. Если он не получит что-то новое, интересное, тогда он займет себя чем-то другим. И мы всегда и говорим и родителям, вот на областном родительском собрании, что лучшая защита от всего негативного – это организованный отдых ребенка. Ну и, по-моему, детский оздоровительный лагерь – это еще и плюс в личностное развитие ребенка. Поэтому это одна из главнейших задач. Ирина Ильюнова, начальник отдела по организации оздоровительного отдыха для детей и работников бюджетной сферы, подробно объяснила, как будет происходить возврат средств за детскую путевку по федеральной программе и о том, не будет ли детям скучно на отдыхе, если даже родительский день теперь запрещен. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» – будни. Факты. События. Комментарии. Два в одном. Пожалуй, так я объясню тему следующего интервью. В год книги будем слушать победителя конкурса «Шапка Мономаха». Напомню, этот конкурс объявлен литературно-краевическим журналом «Мономах» и проходит он в конце года. Сегодня мы беседуем с Владимиром Кочетковым, победителем одной из номинаций этого конкурса по итогам 2020 года. Да-да, тем самым легендарным Кочетковым из районного центра «Сурская», организатором велопоходов с подростками, которые исколесили полмира. Владимир действительно хороший педагог. Во время велопоходов он учит школьников любить природу, историю, краеведение. Я прошу уточнить его. А какую литературную работу он публиковал в журнале «Мономах» в прошлом году? Регулярно выходят мои какие-то краеведческие списки. Несколько лет назад была издана книга «Дома Никольской горы». Вот такая краеведческая книга, которую я писал, собирал материал для нее не один год. Ну и время от времени печатал статьи на «Мономах» с разной периодичностью о наших местах, о некоторых местах Ульянской области, в большей степени Сурского района. Последняя моя работа называлась «Без страха и упрека». Это такой материал был комплексный. Там центральное место занимало, может быть, мое отношение к жизни вообще, к тем местам, где вот довелось большую часть жизни прожить. Я там говорил и о маме своей, потому что во многом она и бабушка, они, в общем-то, сыграли какую-то роль, которая в какой-то степени помогла мне обрести себя. До этого там выходили из краеведческих, вот как раз вот о нашем поселке, о Промзино, о каких-то исторических моментах, связанных с поселком. Потом там были также мои размышления, которые время от времени печатал. Ну, потому что материал здесь достаточно, поселок существует достаточно долго. И есть у нас и старинные здания, есть и какие-то места, которые известны, наверное, всем в области. Скажем, это же Никольская гора, этаж Сурат, те же места, где работали археологи. Потому что здесь были какие-то поселения до того, как возник поселок. Вот я писал об этом. То есть в основном вот такие краеведческие направления были, работы какие-то. Теперь я хочу вернуться к вашему школьному географическому обществу. Все-таки мы вас очень хорошо знаем как руководителя велопоходов со школьниками. Вы объездили чуть ли не полмира на велосипедах. Вы продолжаете вести эту велосипедную группу какую-то? Что касается велосипеда, в основном в последнее время мы ходим пешком. То есть по району, по каким-то тут местам, которые могут представлять какой-то интерес краеведческий. На велосипедах в последний раз с учениками мы выходили два года назад. Потому что тут была и пандемия, и другие какие-то сложности были. А вот с учениками мы в последнее время вот ходим пешком, потому что ну вот мне хочется ходить ногами. И далеко ли ходили? Ну вот это Сурский район. Это вот наши заповедные места. Это вот и заказник Сурский. Это различные тут памятники природы, которые связаны как раз с нашим районом. Последняя наша вот поездка, она была по заповедным как раз местам юга Чувашии и вот Сурского района. Это и тайга, которая к нам приходит в Ульянскую область из Чувашии. У нас тут и болотные какие-то памятники природы есть, и заказник федерального значения, который также какой-то интерес представляет. Потом мы искали озеро. Есть упоминание об этом озере, где можно встретить водяной орех Чилим. Это вот в Ульянской области только у нас в Сурском районе. Вот мы искали вот это озеро и пытались там найти. Это тоже интересно, можно было бы написать какую-то работу, проект какой-то сделать очень интересный. По этой теме. Ну то есть пандемия здорово подрезала ваши планы, да? Да, конечно. Потому что было некоторое время, когда вообще не двигались. Это всегда отрицательно сказывается, конечно. Ну мы здесь чем компенсировали? Ну вот скажем, с женой мы катались на велосипедах вокруг Ладожского озера. То есть была давняя моя такая мечта. Мне хотелось там со школьниками пройти. Но вот не получилось пока. От Ладожского озера вы на велосипеде ехали? До Ладожского озера нет. От Соснового бора, то есть вокруг Ладоги, там получилось тысячи километров почти. Вот мы катались на велосипедах, а туда доехали транспорт. А какие планы на этот год строите? Слово планы у меня не существует. У меня не планы, а желания какие-то есть. Но вот в нынешнем году я надеюсь, что у нас получится поездка по Ульяновской области. Это Сенгелеевские горы, потому что место вообще само по себе интересное. Вроде как бы национальный парк там находится с многочисленными достопримечательностями. Я думаю, что это будет интересно. Мне там приходилось уже бывать не раз, учеников водить. Ну вот сейчас новое какое-то поколение, посмотрим, как они на это посмотрят. Будет ли интерес какой-то. Но это будет многодневный поход, да? С палатками, с ночевкой? Ну конечно, будет несколько дней. И палатки, естественно, и велосипеды. Вот от Сенгелеевских горы мы пойдем через центральную часть Ульяновской области к истоку Суры. Ну вот если так посмотреть на карту, то мы пересекаем с востока на запад область, эту пробережную часть области, и на озеро Светлое, на исток Суры, и далее там возвращение вдоль реки Суры. Ну посмотрим, потому что уже говорили на эту тему с нашим региональным отделением русского географического общества. В команде у меня есть и мальчики, и девочки. А сколько ребят у вас? Ребят достаточно много, тех желающих. Посмотрим, как это вот тренировки покажут, занятия покажут, выходы вот эти на природу покажут, сколько останется, как там сформируется дальше. Потому что все-таки путь, он требует и физической подготовки, и большего желания, чем просто хочу. А так, народу достаточно много. Порядка 20 плюс человек, которые готовы в любое время выйти в поход. Ну, группа, конечно, будет намного меньше, потому что если идти на велосипедах, то группа должна быть мобильной, небольшой. Я сейчас сторонник небольших групп, максимум 8 человек. Тогда можно будет действительно пройти многодневный маршрут. А вы как-то следите за судьбой своих воспитанников, с которыми вы ездили далеко-далеко и в Америку, и там на другие континенты? Что получилось в итоге из этих ребят? Вы гордитесь ими? Я всегда ими горжусь. Я любым учеником горжусь. Потому что есть такое мнение, что нужно гордиться обязательно теми, кто достигает каких-то там невероятных высот. Но есть тут ребята из тех, кто ходили со мной, работающие в очень солидных фирмах, работают где-то в Москве, там, скажем, очень высоко. Есть просто ребята, которые герои среди нас, так сказать. Их можно встретить на улице в городе, их можно встретить там где угодно. Честно сказать, раньше я как-то пытался проследить за своими там бывшими путешественниками. Сейчас я считаю, что вот мое дело, мы сейчас занимаемся с ними, вот идем, поход, подготовка есть какая-то, вот интересная жизнь, кусок интересной жизни. Вот дальше они уже жизнь строят сами. Причем в последнее время я пытаюсь, ну, как-то помочь им увидеть жизнь такую, какая есть. Скажем, если раньше я от чего-то их оберегал, сейчас я пытаюсь не оберегать. Пусть они видят жизнь такую, какая есть. Вот идешь в поход. Если хочешь, ты должен сам обеспечить себе максимально комфортное, интересное времяпровождение. Вот, то есть ты должен участвовать в этом процессе. Не я тебе это дело даю, я тебе предлагаю. Вот ты должен целиком полностью в это включаться и также обеспечивать вот интересы, комфорт и прочее-прочее в походе, что есть. Я горжусь знакомством с ними, со всеми теми ребятами, которые когда-то ходили со мной, потому что, по крайней мере, я четко знаю, что стоит дальний маршрут преодолеть его. Никто меня никогда не подвел из этих ребят. Вот это меня радует. Но я горжусь ими всеми. Потому что судьба меня свела с ними как-то вот. Мы с ними чуть больше общались, чем обычно общаются в школе учителя с учениками. Если я им чем-то помог, прекрасно. Чаще всего они мне помогают. Вот так вот, вот так вот будет правильно. Сейчас я прочту фрагмент из книги Владимира Кочеткова под названием «Понимать жизнь». Темным зимним январским утром я вез младшего сына в садик. Старший приболел тогда и отлюживался у бабушки. А жена, чем свет, уехала по работе в город. Так вот, вез я младшего в садик. Вез на санках. Зима в тот год была ранее. Снегу навалило много. Тропинку, по которой мы обычно ходили, то и дело переметало. И то и дело приходилось стащить санки через сугробы. В тот день я опаздывал. Затянул со сборами на работу. Я злился. Мне казалось, что сын долго возится и никак не соберется. Он старался, хотел сам. И застегнуться, и обуться. Едва мы вышли за ворота, как он вспомнил о своей забытой в попыхах коробочке, в которой у него хранились самые заветные его сокровища. Он с ней не расставался. Ночью клал с собой в кровать. И обязательно брал в садик. Мне пришлось вернуться за этой коробочкой. Получилось у меня и вернуться домой, и сунуть ему в руку эту коробочку с раздражением. В том, что мы опаздывали, виноват был только я. Но я никак не мог справиться с этим раздражением. Сын же прижал свою коробочку к груди. И я повез его так, и не сумев успокоить, усмирить свое недовольство. На повороте санки перевернулись. И сын свалился в сугроб. Коробочка его, естественно, раскрылась, содержимое рассыпалось. И он, сбросив фаришки голыми, дрожащими своими ручонками, стал собирать то, что там рассыпалось. Только здесь, в этот момент, мое дурацкое и сволочное злорадство захлебнулось в молчаливом крике. Что же это я? Что же я делаю? Беззвучно обзывая себя самыми последними словами, я сел рядом с сыном и начал собирать вместе с ним его богатство. Перевернулись в уцанке, оправдывался я вслух, пытаясь увидеть на его лице отношение к этому эпизоду, боясь за себя и за наше с сыном отношение. Я был молод тогда, и мое внимание к собственной персоне было слишком велико. Но сын простил меня. Дети великие психологи и великие люди. Они знают жизнь, вернее, понимают ее лучше любого из взрослых. Он улыбнулся мне открытой доброй улыбкой, а я, сшибая ресницами слезы, гладил его замерзшие ручонки и бормотал что-то, теперь уже не имеющее никакого значения. Затем поставил самки на полозья, как следует поправил на них одеяло, усадил сына, надев ему на руки свои рукавицы. И мы уже не спеша покатили в садик. Вы слушали фрагмент из книги Владимира Кочеткова, учителя географии, из Сурской средней школы. Напомню, по итогам 2020 года Владимир Кочетков стал победителем номинации литературно-краевического конкурса «Шапка Мономаха». Сегодня учитель географии из Сурской средней школы, руководитель школьного географического общества, организатор легендарных велопоходов с подростками Владимир Кочетков, гость нашего вечернего эфира. Начало передачи в 19.20 не пропустите. Передача продолжает рубрика «Вкусно и полезно». Это совместный проект с Центром медицинской профилактики. Слушайте главного диетолога Ульяновской области Надежду Глушенко о консервированных овощах, фруктах и ягодах. Вкусно и полезно. Ну вот зачем же консервируют овощи? Вот изначально консервирование было способом сохранения овощей на длительное время для потребления. Такой период в наших условиях, когда лето очень короткое, а холода очень длинные. И он, к сожалению, у нас возревает только один урожай. Поэтому мы все-таки привыкли запасать овощи и мариновать их. Бывают такие экзотические продукты, которые мы можем попробовать именно в виде консервов. Они долго транспортируются к нам, а там так иногда хочется какого-нибудь нетрадиционного лакомства. Польза консервов. Есть ли там витамины, спрашивают меня мои пациенты. Наиболее в нашем регионе популярны такие консервированные продукты, как консервирование помидор и огурцов. У нас бывает большой урожай, и чтобы как-то их сохранить, мы делаем закрутки. Бывает, что делаем овощные салаты с перцем, с баклажанами, луком, морковью, кабачками, патиссоны. Реже консервируем другие овощи. Так вот в каких продуктах наиболее сохраняются витамины, и как же их сохранить? Вот витамины очень-очень ограниченно сохраняются в консервированных продуктах, и уменьшаются порядка в 2, а то и в 4 раза. Вот аскорбиновая кислота вообще уменьшается, ее количество более чем на 70%, и практически полностью теряются витамины В1 и В6, которые крайне необходимы организму. Разрушение витаминных компонентов происходит по причине тепловой обработки и воздействию света. Вот консервы в стеклянных банках для того, чтобы как можно уменьшить количество потери этих важных витаминов, все-таки хранить в темном и прохладном месте, в погребе или в какой-то нише. Также часть витаминов разрушается под действием маринадов, вот уксусный, лимонный, кто-то даже маринует с помощью салициловой кислоты, то есть с помощью аспирина. Ну, у каждого свой рецепт. Вот еще есть одна опасность в консервированных продуктах. Вот такая жизненно опасная инфекция – это ботулизм. Ботулотоксин – это опаснейший яд. Он производится особыми бактериями, клостридами, которые вот как раз и размножаются в закрытой банке. И срок хранения продуктов, даже вот говорят, ну, оно совсем мало хранится. Вот, к сожалению, достаточно совсем небольшого количества времени, чтобы вот этот вот ботулотоксин, если он попал вместе с плохо промытыми овощами или мясными продуктами, чаще всего рыбными продуктами, вот он быстро размножается. Поэтому все-таки такие мясные, рыбные продукты я бы не рекомендовала делать в домашних условиях из-за такого яда. Или соблюдать технологию очень-очень скорпулезно. Пациенты иногда жалуются, приходят на прием с высоким давлением, с отеками. И когда начинаешь спрашивать, что же они принимают, что они кушали, оказывается, что большие любители каких-то маринованных салатов, помидор, огурцов. Вот хотелось бы отметить, что употребление даже 50 граммов овощных консервов сопровождается поступлением в организм суточной дозы соли. Но по 50 грамм вряд ли кто-то, открыв баночку вкуснейших огурцов или помидор, останавливается на одном огурчике. Конечно, мы съедаем больше. В связи с этим в организм поступает избыток соли и формируется задержка воды. Это образует отек. Вследствие этого жидкость накапливается в организме и повышается артериальное давление. Если это употребление изобилиет наше меню овощными консервами, конечно, это может приводить к такому триггерному спусковому фактору для развития гипертонической болезни. Какие же бывают методы консервирования и какие бы наиболее приемлемые методы? Прежде всего, если это овощи и фрукты, конечно, лучше всего это принести из грядки и быстро заморозить в морозильной камере. То есть наибольшее количество витаминов и питательных веществ сохраняется при быстрой заморозке высоких температур в морозильной камере. Неплохой способ, безопасный способ – это сушка. Помните, как наши старшие родственники сушили и яблоки на зиму для ароматных компотов, другие фрукты и вишню засушивают. То есть такой метод тоже имеет место, но и в плане того, что не содержит большое количество соли или сахара, а для фруктов другая беда. Если для овощей это соль, то для фруктов это сладкие сиропы. Конечно, тоже повышенное содержание сахара, особенно людям, я уже не говорю о сахарном диабете, а с отсутствием или уменьшением ферментов по переработке углеводов, конечно, они тоже не очень полезны. Один из таких безопасных способов сохранения продуктов – это квашение. Вы, наверное, все вспоминаете вкус квашеной капусты и моченых яблок. Вот самые безопасные способы сохранения продуктов, ну, как безопасные, относительно, это, конечно, квашение. Простой и надежный способ домашнего консервирования – это стерилизация. Вот стерилизуют обычно овощи, фрукты, ягоды. Ну, не рекомендуют консервировать, я еще раз вам подчеркну, мясо, рыбу, грибы бы не рекомендовала консервировать. Во-первых, осталось, наверное, не так много специалистов, которые знают грибы. Потом наша экология, наверное, грибы накапливает соли тяжелых металлов, поэтому в каком-то дальнем-дальнем лесу, где нету близко дорог и каких-то химических дождей и выбросов, конечно, грибы могут использоваться в пищу, но тоже не детям и не людям уже пожилого возраста. При консервировании овощей с низкой кислотностью – огурцы, баклажаны – необходимо добавлять все-таки лимонную кислоту, уксусную кислоту в 0,5-0,6% и строго соблюдать рецептуру. Не использовать для консервирования лежалы или продукты, которые уже подвержены порче. Необходимо очень тщательно промывать овощи, плоды под проточной водой, используя все-таки мягкую щетку, чтобы содержания земли, пыли там вообще не было. Соблюдать правила обработки банок, крышек, режим теплой обработки продуктов. И ни в коем случае, если банка по каким-то причинам помутнела в ней рассол или, не дай бог, вскрылась, подвергать второй раз термической обработке и закрывать повторно. Это недопустимо. Скоро портящиеся и негерметично упакованные консервированные продукты под такой крышкой, не металлической, а более дышащей, хранить при температуре не выше 6 градусов Цельсия с обязательной отбраковкой и уничтожением бомбажных банок. То есть бомбаж – это когда крышка неплотно прилегает металлическая и имеются признаки вздутия. Часто на поверхности заготовок из фрукт и ягод в банках с вареньем или соком образуется плесень. Обычно это небольшой островок плесени. Он не увеличивается, потому что плесень со временем прекращает рост из-за недостатка воздуха. Ну, я бы такие продукты тоже не рекомендовала к употреблению. Вот иногда из открытой домашней заготовки доходит неприятный гнилостный запах. Такие заготовки обязательно нужно выбросить. Поэтому даже если продукты сохраняют такой свой презентабельный вид, неприятный запах, это причина развития гнилостных процессов. Обязательно эти продукты подлежат уничтожению. Пожалуйста, не экономьтесь на себе. Тем более в наших условиях сейчас на рынках, в магазинах почти круглый год есть овощи и фрукты, которые привезены из тех стран, где они являются сезонными. Поэтому всегда выбор за каждым из вас. И все-таки хоть в чем-то-то польза есть, когда мы консервируем овощи или ягоды? Слово консервирование я бы употребила замораживание. Вот в замороженных продуктах, овощах, особенно если мы перед тем, как упакуем это все в холодильник, есть такие приборы, которые создают вакуум, уменьшают количество в объеме, и потом мы укладываем это в морозилку. Вот я, например, у себя делаю так. Закатывать в соль, в сахар, ну, небольшое количество в виде лакомства на какие-то большие праздники. Надежда Глушенко, главный диетолог Ульяновской области, считает, что самым полезным способом заготовки впрок овощей, фруктов и ягод является замораживание. И завершает нашу передачу песня «Как нельзя кстати». Вот оно какое наше лето, Лето яркой зеленью одето, Лето жарким солнышком согрето, Дышит лето ветерком, Мы начали передачу с детской темы о загородных детских лагерях и закончим ее с таким же настроением, ведь все-таки лето, но ступили длинные школьные каникулы. Эта песня прозвучала в любимом советском мультфильме «Дед Мороз и лето». Рисованный фильм-сказка – это дипломные работы режиссера Валентина Караваева. Композитор чудесной песенки, которую мы любим с детства, Евгений Крылатов. А вот автор слов неизвестен. Произведение основано на сказке Василия Ливанова «Дед Мороз и лето». Возможно, и слова для этой песни написал именно он. А возможно, слова здесь такие простые и милые, что их мог придумать любой участник авторской группы, работавшей над созданием этого мультфильма. Вот и все. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной умчалось. С вами была Наталья Козина. Спасибо, что были с нами. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. Вот оно какое наше лето, Лето ярко зеленью одето, Лето жарким солнышком согрето, Дышит лето ветерком. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, Ля-ля-ля-ля, 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 Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. На зеленой солнечной опушке Прыгают зеленые лягушки И танцуют бабочки и подружки Расцветает все кругом. Мы в дороге с песенкой о лете Самой лучшей песенкой на свете Мы в лесу еще, быть может, встретим Хорошо, что дождь прошел Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, Ля-ля-ля-ля-ля-ля, Мы покрыты бронзовым загаром, Ягоды в лесу горят пожаром, Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, 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 Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, Субтитры создавал DimaTorzok